Территория пруда второго микрорайона, который уже сегодня является любимым местом отдыха многих уваровцев, может стать одним из самых красивых и благоустроенных общественных пространств нашего города. Кардинально преобразовать и расширить границы территории, сделав ее местом притяжения не только горожан, но и туристов, поможет победа во всероссийском конкурсе, призовой фонд которого порядка 80 миллионов рублей. Немаловажная роль в развитии данной городской среды отводится и работе с предпринимательским сообществом. Задача этого проекта ставится не только благоустройство территории, не только создание каких-то уникальных самобытных мест в городе, но и рассматривает эту площадку как для развития бизнеса. Мы хотим увеличить центр города, привлечь людей. То есть, если сегодня центр города второго микрорайона ограничен таким условным границем, как площадь второго микрорайона, близлежащие объекты торговли, то мы видим этот центр вместе с специалистами, которые это разрабатывают, именно сам пруд и за прудом та территория, которая там зеленая, которая благоустраивается с расположением различных площадок, в том числе и площадок занятий спортом, занятий детьми и бизнес-площадок. Мы рассматриваем также территорию именно тех домов, которые сегодня идут рядом с прудом, понимая, что если там будет у нас центр и там будет все благоустроено, запринут люди, то сразу люди будут обращаться за услугами, а это будет, соответственно, развивать и этот сектор. Концепция развития территории пруда второго микрорайона, разработанная московскими специалистами, представителями архитектурной школы «Марш», предполагает использование здесь методозонирования, чтобы на одной территории смогло уместиться большое количество площадок по интересам для всех категорий населения. Согласно проекту, детские и спортивные площадки будут соседствовать с амфитеатром, где планируется проводить различные культурно-массовые мероприятия. Для любителей тихого отдыха предусмотрен пирс, где можно порыбачить или просто полюбоваться красотой природы. Желающие перекусить смогут посетить фудзону или кафе под открытым небом. Возможность организации точек питания, продажи сувенирной продукции, прокат спортивного инвентаря для предпринимателей – все это стимул для открытия нового бизнеса, что в итоге позволит сделать эту территорию еще более привлекательной для людей. Одна из первостепенных задач развития данной территории – ее круглогодичное использование. При разработке проекта основной упор сделан на то, чтобы в любую погоду и в любое время года здесь было интересно и комфортно. Окончательная концепция развития данной территории и ее дизайн-проект будут сформированы с учетом предложений, поступивших от предпринимателей. В случае победы во всероссийском конкурсе реализация данного проекта намечена на 2020 год.